Папа, соберись. Доброго времени суток, и вот мы вас приветствуем на наших лекциях. И с вами снова профессор Краснов и дочка профессора Краснова, Александра Краснова. И о чём же мы будем говорить сегодня? Ну, по просьбам трудящихся снова, мы будем сегодня говорить о побратимских отношениях между городом Петрозаводском и американским городом Дулут, штат Миннесота. Ну, мы решили, что это, наверное, может быть кому-то интересно, чтобы не просто, так сказать, писать летопись от третьего лица истории побратимских отношений, потому что это, в принципе, уже было сделано даже неоднократно, даже вот к 20-летию была выпущена такая книжка Петрозаводс Дулут «20 лет побратимства». Мы хотели пропустить вот эти события через призму именно нашей семьи и наших отношений с американскими друзьями, партнёрами, коллегами. С университетами, колледжами, школами. И нам кажется, что это может представлять определённый интерес. Да, кого-то вдохновить на покорение Америки. Ну, не без этого. Не без этого. Давайте тогда начнём и, думаю, логично задать вопрос нашему профессору, когда же и как всё началось? Ну, я буду говорить, когда и как всё началось для меня, а не вообще. Я в 1986 году закончил педагогический институт факультета иностранных языков и пошёл прямиком служить в ряды Советской Армии. И находясь в этих самых рядах, я получил письмо по почте от своего преподавателя Владимира Григорьевича Прозорова, благодаря которому многие из нас впоследствии окажутся в рядах преподавателей иньяза. Но на тот момент я был просто выпускник иньяза. Владимир Горьевич написал мне письмо. И я помню, что я открыл это письмо и стал читать, где он писал примерно следующее. Игорь, у нас хорошие новости. У нас теперь есть город по-братим в США. Это Дулут, штат Миннесота. Я никогда не слышал ничего о Дулуте. Ну, так, представлял примерно, где находится штат Миннесота. Как и большинство американцев. Безусловно. Да, да, да. Не только русские, но и американцы. Американцы. Не все знают, где он находится. И я помню, что я вот с этим письмом в руках пошёл в казарме. И всегда есть, ну, во всяком случае, тогда была, теперь не знаю. Так называемая Ленинская комната. Где там стоял проигрыватель граммопластинок. Где были подшивки газет, журналов и прочих. И, что характерно, там висела большая карта мира. И я вот с этим письмом встал перед картой мира. Нашёл там Дулут, Миннесота. И я вот просто стоял совершенно очарованный. Думал, это настолько круто. Это так вот у нас, у Петрозаводска, есть теперь город-побратим в Америке. На тот момент, конечно, это были тяжёлые 80-е годы, когда вот антиамериканизм ещё не ушёл. Ещё только-только вот Горбачёв с Рейганом там поговорили. И только вот это всё начиналось. И вот это наследие антикоммунизма и антиамериканизма, оно всё ещё так висело. Особенно, как вы понимаете, в армии. Где солдатам промывали мозги каждый божий день. На том основании, что вот американцы наши враги. Мы должны быть готовы к ответному ядерному удару. Ну и, в общем, вся вот эта музыка. И тут вдруг город-побратим. Конечно, в ту секунду я никогда не мог даже представить или мечтать, что я увижу город-побратим в Америке своими собственными глазами. А чья это была инициатива? С американской или с русской? Да, на самом деле, это была инициатива Дулут Чан. А именно, там была такая инициативная группа. Брукс Андерсон, Джойс Бенсон и Том Морган, тогда ещё журналист местной газеты Дулут Ньюс Тюрбюн. Насколько я помню, то есть, ну вот, инициатива была с американской стороны. То есть, американцы хотели как раз-таки вот заиметь город-побратим в России. И должна сказать проверенному собственному пути, папа согласится, то, что природа Миннесоты очень схожа с Карелией. Да. И у них был сначала вариант в Сибири, да? Иркутск. Иркутск рассматривали. А потом, как они вышли тогда на Петрозаводск? Им подсказал один из жителей Дулута, с финскими корнями, кстати. Он сказал, почему бы вам не посмотреть на Петрозаводск? И они хотели что-то более-менее похожее. И потом выяснилось, что и Дулут, и Петрозаводск находятся на берегах Больших озёр. И на самом деле, Миннесота известна как штат 10 тысяч озёр, в Карелии 60 тысяч озёр. Ну и, в общем, леса, озёра. К тому же, там довольно большое количество скандинавов и финнов, иммигрантов. В Миннесоте как раз проживает и в Висконсине. Ну и у нас ещё в 80-е, 90-е годы в Петрозаводске была довольно солидная финская диаспора. И финский язык в Карелии был вторым официальным языком. И все у нас документы, паспорта у нас были на двух языках. И все вывески в городе тоже всё было написано по-фински и по-русски. То есть, вот эти все вещи как бы помогали во взаимопонимании, в объединении и во всём этом процессе. И они в 86-м году, как раз пока я находился в армии, приехали с первым визитом в город Петрозаводск. А здесь их встретила легендарная личность вообще, я считаю, для города Петрозаводска. И особенно для истории по-братимских отношений Дулут-Петрозаводск. Мейми Оскаровна Сивандер, бывшая декан и основатель факультета иностранных языков прединститута. Она ходила в школу в Дулуте, как выяснилось впоследствии. И её отец был американский коммунист, который привёз сюда всю свою семью. Был арестован и расстрелян в 37-м году. Ну, в общем, Мейми про это написала несколько книг. Это всё можно будет почитать. Но вот Мейми, она, конечно, была в фокусе и она привлекала сюда силы и заинтересованных людей, неравнодушных. И когда я уже вернулся из армии, это уже, так сказать, в конце 87-го года, 88-й, уже сюда стали приезжать первые группы, как туристические группы из Дулута. И мы тогда ещё, выпускники или молодые преподаватели и некоторые студенты старших курсов, нас приставляли к этим американцам, чтобы мы с ними ходили, кого водили в больницу, кого в МВД, кого в детский садик, кого в школу. В общем, по интересам, кто-то хотел посмотреть пожарную часть. И мы вот были переводчиками для этих американских наших гостей. Всё это за бесплатность, естественно, на голом энтузиазме. Нам просто это всё было настолько в кайф. Вот ребята приехали к нам из американского города по обратим. А потом Владимир Григорьевич поехал в Америку по одной из программ государственных и преподавал там, по-моему, русский язык. И познакомился там поближе с Томом Морганом. И они, так сказать, родили идею так называемых языковых лагерей. Когда собирается группа, скажем, американских студентов, они едут в Петрозаводск, проводят здесь, допустим, месяц, ходят на занятия по языку, там слушают лекции по культуре, ходят по музеям, выставочным залам, знакомятся с нашими семьями, выезжают на дачи. На въезде тогда ещё Ленинград, потом в Санкт-Петербург, на выезде Москва. Ну, в общем, такая очень хорошая, красивая программа, культурная и образовательная. А на следующий год наши студенты едут в Дулут, и, в общем, там примерно то же самое, только на английском языке. И в 90-м году состоялся первый лагерь русского языка для американских студентов. Я уже тогда работал на Инъязе. То есть это американцы приехали? Американцы приехали в Петрозаводск, вот, был первый языковой лагерь. Из колледжа Святой Схоластики? Из колледжа Святой Схоластики, совершенно верно, который вскоре стал колледжем-побратимом Карельского пединститута. Вот. И, ну, это было, конечно, потрясающе. Вот. Это просто было здорово. И вот на расхват, конечно, все хотели зазвать их к себе в гости, этих ребят американских. Тогда обменный курс доллара к рублю был примерно как сейчас. То есть вот эти, в общем, небогатые, на самом деле, американские студенты чувствовали себя почти что миллионерами в советской Карелии. Еще один интересный аспект, связанный вот тоже с отношением городов-побратимов, в 91-м году город Дулут задумал сделать обмен какими-нибудь памятниками или статуями, чтобы украсить какую-то часть своего города. Значит, для этого американский скульптор должен был приехать в Петрозаводск, а потом наш Карельский скульптор приехал бы в Дулут и поставил бы там какую-то статую. Более того, и тот, и другой приехал. Да. Интересно, что, значит, город Дулут объявил всеамериканский конкурс на лучший проект такого памятника городов-побратимов. И выиграл этот конкурс человек, который никогда в Дулуте не был, никогда не был в Петрозаводске, и в России никогда не был, и в Советском Союзе. И вообще к Советскому Союзу относился довольно с большим подозрением, поскольку был кубинского происхождения. И, так сказать, не прокастровский товарищ, да, а наоборот. И вообще побаивался всего, так сказать, коммунистического, звали и зовут человека Рафаэль Консуэгра, и живет он в городе Майами, штат Флорида. Вот. Но он предложил самый лучший проект, значит, вот такой статуи городов-побратимов, называется он «Рыбаки». И, значит, в девяносто первом году, летом он приехал в Петрозаводск. Мне позвонили из Петрозаводской мэрии и попросили поехать в Ленинград и встретить его, и привезти его в Петрозаводск. А все почему? Потому что папа был и остается одним из лучших переводчиков нашего города. Ну, может быть. Вот, и, в общем, я поехал в Петр, наша мэрия договорилась с Ленинградской мэрией, тогда мэром был Анатолий Собчак. И Собчак дал нам «Белую Волгу» с водителя. Значит, Рафаэль Консуэгра прилетел рейсом из Нью-Йорка, такой вышел с трубкой во рту, такой у него берет, и говорил с жутким, конечно, таким испанским акцентом «I flew from New York», сказал он мне. Но оказался совершенно изумительным персонажем, да, с прекрасным чувством юмора. Вот, и мы с ним провели целый день, и вот вечером сели на наш ночной поезд, тогда никаких ласточек еще не ходило. Вот, и мы приехали в Петрозаводск, после чего, значит, им уже занималось тут Министерство культуры и так далее. И вот он своял этот памятник рыбаки, а после этого, кстати, еще какое-то время писал мне рождественские открытки, и даже прислал каталог своих работ, которые выставлены в других американских городах. Интересно, что жители Петрозаводска поначалу не восприняли эту скульптуру рыбаков, они говорили, что это какие-то тут проволочные человечки, какие-то лохматые, непонятно что из себя представлять. Потому что, ну, советские люди привыкли, что там вот Ленин голосует на дороге там, или еще что-то в этом духе. Но потом постепенно, да, особенно когда иностранные туристы и гости Петрозаводска, там, москвичи и другие, так сказать, охваченные культурой люди говорили. Между прочим, это очень хорошо, авангардно смотрится. Наши люди изменили свое мнение в лучшую сторону, и теперь все гордятся. Вот у нас есть, так сказать, между прочим. А работая с американскими туристами, я выяснил, что Рафаэль Консуэгра довольно хорошо известен во всем случае во Флориде и в Майами. Он, в общем, довольно является таким известным товарищем и очень почитаем, как художник, скульптор и вообще деятель искусства. Может, тогда вкратце сделаем какую-то трактовку этого памятника? Ну, как значение? Он называется «Рыбаки» и символизирует дружбу двух городов, поэтому рыбаков двое. Два рыбака забрасывают рыбацкую сеть в озеро, что символизирует дружбу двух городов, которые стоят на берегах больших озер. Вот, в принципе, весь символизм. Там все достаточно просто. А ты, кстати, видел, что на них маски надели? Нет, этого я еще не видел. Мне хотелось залезть и снять, но было очень холодно, поэтому я этого не сделал. Продолжаем разговор. В 1991 году, естественно, как было задумано отцами-основателями Томом Морганом и Владимиром Прозоровым, поехал первый лагерь английского языка. Значит, группа 20 студентов и четверо преподавателей, среди которых мне тоже посчастливилось быть. Мы поехали в Америку. 91-й год. Это еще пока Советский Союз. Это было просто невероятно. Мы летели через Нью-Йорк. Увидеть Америку своими глазами в 91-м году, это было вот нечто вообще невообразимое. И, в общем, мы летели через океан, через Ирландию и потом через Гренландию. Там остановки для дозаправки были. В Гренландии? Да, там на какой-то военной базе. Об этом можно рассказывать долго и отдельно. Вот все впечатления от 91-го года, там все было в первый раз, это очень как первая любовь была. Вот в Америке мы там познакомились с огромным количеством прекрасных людей. Одним из которых был совершенно потрясающий американский гитарист, которого зовут Ричи Таунсенд. С которым мы стали очень близкими, хорошими друзьями. А.К.А. Дядя Ричи. Дядя Ричи, да. И дядя Ричи настолько проникся идеей дружбы с Россией и с русскими людьми, что в 92-м году, хотя уже не был там не студентом, довольно взрослым человеком, присоединился к группе студентов и приехал в 92-м году в лагерь русского языка. И даже выступал на сцене на площади Кирова в День города вместе с группой Димы Ярославского. Там про него даже писала газета, была его фотография, где было написано «Американский гитарист». Ну и вообще 90-е годы, хотя их у нас здесь теперь все привыкли называть лихие 90-е, но в плане российско-американских отношений это были самые прекрасные годы, когда все дружили со всеми. Вот просто все ездили в гости группами там по интересам, ездили врачи, ученые, спортсмены, яхтсмены, библиотекари, студенты, школьники без числа, строители, ну кто только не ездил. И, значит, помогали американцы, собирали деньги, помогали тут детям-сиротам, и, значит, дому ребенка, и детские площадки строили. Ну, в общем, там очень много, ну, совершенно Lions Club даже был у нас такой Lions Club International, его отделение в Петрозаводске. То есть, ну, просто было совершенно замечательно, и американцев здесь было обычно довольно много, практически каждый год, даже по нескольку раз в год, и Петрозаводчан в Дулуте тоже было. И, в общем, для многих жителей Карелии и Петрозаводска Америка, прежде всего, это был Дулут. Вот я был в Америке, а где ты был в Америке? Ну, где я был? Ну, в Дулуте, естественно. То есть, многим американцам было невдомек, что за Дулут, вот почему туда надо ехать? Да, до сих пор. До сих пор, да. В прошлом году буквально я, ну, точнее, мы все вместе уезжали в путешествие по Америке, и меня там в школе многие спрашивали, куда мы едем? Потому что я говорю, вот мы сначала путешествуем, потом к друзьям, туда-сюда, только потом в Россию. И все такие, куда едешь, куда едешь? Я говорю, в Миннесоту. Все делали вот такие огромные глаза, и из всех мест в Америке вы едете в Миннесоту. Я говорю, да, Дулут. Да, потому что Дулут стал для нас a home away from home, как это называется. Вот, значит, вот школьные обмены как раз сыграли в истории нашей семьи очень большую и важную положительную роль, поскольку в 95-м году был обмен школьниками, когда приехали сюда американские школьники. А с нашей стороны был державенский лицей и еще две другие школы, и наша мама Краснова Елена Ивановна была одним из координаторов этого проекта и участником. И мы у себя принимали сопровождающую группу американских школьников, Рамона Кручевский. И, в общем, мы, так сказать, они, конечно же, сразу полюбили друг друга. Вот как-то вот у нас там, что говорят, кликнуло, да? И завязались очень хорошие, теплые, дружеские отношения. В 97-м году был еще один проект, и снова Рамона приехал отсюда. В 97-м году я поехал на зимний семестр учиться в колледж Святой Схоластики, жил у Рамона и Гэри. И потом, в общем, пошло-поехало. В 99-м году, в 2000-м учебном, мы были в штате Вирджиния, а на лето приехали, опять же, к Кручевским в Дулут просто, так сказать, отдохнуть. Прежде чем возвращаться домой. И, в общем, Рамона приезжала в 98-м году с Lions Club. Ну, и вот так это все завертелось. Уже, значит, мы стали дружить с семьями, дружить с домами, можно сказать. А потом наш сын, Евгений Краснов, поехал по школьной программе в штат Южная Дакота, в Rapid City. И Рамона и Гэри Кручевский пригласили его в Дулут на Новый год, на новогодние каникулы. И он туда прилетел, они купили ему билет. И пока он у них находился, он вдруг задался вопросом, а что нужно сделать для того, чтобы поступить в американский колледж. Они просто сказали, ну, давай, садись в машину, поехали заодно и узнаем. Они поехали и узнали, что в колледже Святой Схоластики есть замечательная программа, называется 90-10, для иностранных студентов. Если ты... и таких стипендий дают 10 каждый год. И если ты попадаешь в число этих 10, то 90% платы за обучение берет на себя сам колледж, а 10% ты должен покрыть самостоятельно. И, в общем, Женя решил подать на вот такую программу. И сначала он туда не попал, но потом люди, которые попали в эту десятку, они, видимо, подавали куда-то еще, и они стали отказываться. И, в общем, нам каждую неделю писал Том Морган, вот, Женя уже 15-й в списке, да, там waiting list был такой. Он 15-й, потом вот он уже 13-й, потом вот он 11-й. А потом, значит, Том пишет, я вас поздравляю, значит, Женя попал в эту десятку. Теперь вам нужно принять решение. Значит, вы его отпустите в Америку учиться или нет. Потому что нужно заплатить, так сказать, аванс, 500 долларов. Том сказал, вы не волнуйтесь, я заплачу там, когда сможете, отдадите. Но просто решение нужно принимать сейчас. Мы позвонили Жене, поговорили, ну, что делать, как ты, что. Он сказал, знаете, я хочу попробовать. Ну, парню еще 17 лет от мамы, уже целый год дома не был, за океан куда-то это все было, так сказать, неизведанно. Ну, в общем, мы решили не наступать ему на горло и отпустить учиться в Америке. Ну, и, to cut the long story short, он закончил колледж, все четыре года жил у Рамона и Гарри. Они его приняли как родного и жил у них, так сказать, на правах их детенка. Вот, и закончил с отличием колледж святой схоластики. Потом по совету своего ментора поступил на юридический факультет университета Хофстра. Закончил Хофстру, стал юристом. И про него даже журнал колледжа святой схоластики написал статью, которая очень интересно называлась «From College Street to Wall Street». Потому что по окончании Хофстры Женя какое-то время работал в юридической фирме прямо на Уолл-стрит. Вот такая, в общем, интересная история, связанная. В 2009 году я получил свой первый «Fulbright» в колледже святой схоластики. Про что мы рассказывали уже в существующем видео на нашем канале. Можете его посмотреть. На тот момент у нас уже была Саша. Саша у нас была первоклассница, но... Да, которая поступила в школу в сентябре и уехала в январе. Уехала в январе. И не вернулась. И попала в Америку сразу во второй класс. Поскольку по возрасту она подходила ко второму классу. Это был ее первый опыт американской школы. Первая поездка в Америку. А летом 2009 года Саша была участницей лагеря английского языка для студентов пединститута. Но тогда она еще была маленькая, она не сильно участвовала там, не ходила на лекции, ходила больше на такие внеклассные мероприятия. Экскурсии мы ездили. А вот уже в 2017 году Саша уже была полноправной участницей лагеря английского языка в колледже святой схоластики. У меня даже идишка есть колледжская. Да, получила идишку, получила сертификат. То есть вот прошла и через эту программу тоже. Вот. Ну и что сказать. Времена меняются, к сожалению, не всегда в лучшую сторону. Отношения уже, значит, вот после 2009-2010 года между Россией и Соединенными Штатами стали ухудшаться. Потом пошло закрытие консульств как в России, так и в Америке. Потом американские родители стали бояться отпускать сюда своих детей, потому что им кто-то напел про какие-то случаи антиамериканизма и так далее. А русские боятся отпускать в Америку, потому что в Америке русских не любят. Да, да, да. Это все мифы, ничего подобного, конечно, никогда не происходило. А в всяком случае в Дулуте и в Петрозаводске. Вот. За это я могу поручиться головой. Вот. А Том Морган и Владимир Георгиевич Прозоров, они оба, так сказать, отошли от дел, передав бразды правления вот этой языковой программой. Том Морган передал Кэрин Розенфлэнс и Джеми Олсену, соответственно, представляющему Сейн-Мартинс-Юниверсити. А на этой стороне руководили Вадим Олегович Павлов и ваш покорный слуга. Нынешним летом должна была состояться поездка, был бы 30-й языковой лагерь. Но из-за коронавируса все это, в общем, зависло и вот, значит, и пока находится в подвешенном состоянии. Когда все возобновится, когда снова можно будет ездить, когда будут выдавать визы, когда откроют границы, этого, конечно же, сейчас никто не знает. И вот 30-й юбилейный лагерь, так он пока и находится в подвешенном состоянии, но мы все верим, что он обязательно должен состояться. Работа продолжается, связи поддерживаются, дружба, работа и все это до сих пор. Да, невзирая... Да, ни на какие вирусы... И невзирая на политическую ситуацию, там, охлаждение отношений, там, различные другие политические мотивы. В общем, Петрозаводс и Дулут продолжают дружить. Мы стараемся поддерживать вот этот огонь, вот это пламя дружбы, которое уже 30 с лишним лет, значит, пылает, чтобы вот этот костер не погас. И стараемся каким-то образом поддерживать интерес студентов наших, в первую очередь. Ну и рассказываем всем друзьям и родственникам, что такое Дулут и почему туда стоит съездить. Вот. Так что вот такая история. А Дулут – это первый город по братьям у Петрозаводска? Нет, Дулут, конечно, далеко не первый. Он был, наоборот, одним из последних? Ну, ну, так сказать, нет, в серединке. Были города по братьям и постарше, в Финляндии был Варкаус, да, в Швеции, Ла Рошель во Франции, они все были раньше. Ну, потому что не было анти... Ну, потому что был антиамериканизм, но не было анти... Европеизма. Финляндии вообще у нас так как разводят. Да, у нас... Ну, Бранденбург, ГДР, был, и потом стал Тюбинген еще. Значит, в Германии было два города по братьям, потому что было две Германии. Но это уже, так сказать, другая история. Это уже немножко не про Америку. И об этом, наверное, больше и интереснее может рассказать кто-то другой, кто к этому был причастен. Хотел бы еще сказать в заключении, я думаю, что мы подходим к заключению вот этой данной страницы истории, что нам, как... Это очень приятно. Нам поступают вопросы. Да. Различными путями, через контакт, через вот... Комментарии. Канал, приходят комментарии, приходят вопросы, которые мы с большим удовольствием накапливаем, мы их читаем. И я думаю, что в одной из следующих передач... Ну, скорее, как отдельный сегмент на нашем канале. Поэтому, мало того, что нам очень, конечно, приятно получать все комплименты и добрые слова в нашу сторону от вас, которые вы оставляете в комментарии. Но, опять же, хотим вас сподвигнуть, оставлять вопросы, не бояться. Мы с радостью на все ответим. Тем более, что вот хотим подготовить что-то новенькое на нашем канале, чтобы его развивать. И чтобы вам было интереснее. Поэтому, как только у нас создастся такой объемный, интересный список вопросов, мы обязательно сделаем в видеоформате вопрос-ответ и выложим на ваше... Одобрение. Одобрение. В том числе. Вот. А на сегодня это все. Надеемся, что вам понравился такой личный формат, который мы продолжаем. Обязательно что-нибудь напишите. Нам будет интересно почитать. А с вами, как всегда, был... Профессор Краснов. И дочка профессора Краснова, Александра Краснова. Goodbye!